На погоду мы влиять не можем. Не можем. Ужас. Все плохо. Всех хороших мужчин разобрали еще щенками. А может быть это просто рок или божья воля? Мне тут предначертано судьбой, и значит можно ничего не делать. И сесть просто на попе ровно. Я хуже всех, я там самый неудачный, некрасивый. А в чем прикол? Жизненно необходимо это услышать. Ничего себе. Здравствуйте, вы смотрите «Это не Фрейд». Я Андрей Самарцев, со мной в студии практикующий психолог и автор обучающих программ для психологов Ольга Берг. Обсуждаем сегодня, насколько мы способны влиять на свою жизнь. Привет, Оль. Привет. Вот смотри, есть два противоположных мнения. Одни считают, что все в руках судьбы, другие считают, что все в руках самого человека. Где правда на самом деле? Ну, ты озвучиваешь такие две крайние точки зрения. То есть если мы рассматриваем первую точку зрения, что все в руках судьбы, то это позиция человека, который не хочет ни за что отвечать. Вот метод предначертано судьбой, и значит, можно ничего не делать. Если мы говорим про другую полярную точку зрения, что все в наших руках, и мы влияем на все, то тоже есть некая утопичность и крайность мышления, потому что мы не можем повлиять на все. Мы можем точно влиять на свое восприятие, на свое отношение к происходящему, но не 100% на событийный ряд, который формируется в нашей жизни. Ну да, например, на погоду мы влиять не можем. Мы не можем, да, нам придется ее принять, либо расстроиться, либо обрадоваться. И вот тут вот мы можем выбрать свое отношение к тому же самому дождю, когда мы собирались одеть все белое, например. Ну а почему одни считают, что надо брать ответственность на себя, а другие, что все зависит от обстоятельств? Это что, разное воспитание, разное восприятие происходящего? В том числе и разное восприятие, в том числе и разное воспитание, потому что мы формируемся в среде. Влияние на свою жизнь – это навык, это способность, которую по-хорошему нужно сформировать у ребенка, если мы говорим так, как процесс этого обучения, этому навыку. Когда родители не дают эту возможность, такая выученная беспомощность, тогда и взрослый вырастает, и он не способен уже ничего с собой сделать, либо он может остановиться, проанализировать, и тогда только начать что-то менять. Ну вот как нужно воспитывать ребенка и на какие установки ему прививать, чтобы как раз-таки вот эта активная позиция у него сформировалась? Активная позиция – это тема ответственности, не очень близкие, когда ребенок понимает, что я могу что-то захотеть, я могу что-то сделать и прийти к своей цели. Тогда у него есть и интерес к исследованию, интерес к проявлению собственной деятельности, которая не подвергается критике. То есть нужно давать свободу, свободу, но при этом не такую тотальную, которая могла бы, например, выражаться только в удовлетворении каких-то своих «хочу» и «потреблюсь», но и свободу выполнения каких-то, например, домашних обязанностей. То есть сам процесс отдать ребенку, а задачу, которую нужно достичь ребенку, может поставить и родитель. Оля, что такое вообще правильные и неправильные установки? В психологии тоже нет понятия «правильно» и «неправильно», это такая достаточно гибкая история. Но есть понятие «продвигающие установки» и «ограничивающие». Установки – это некие верования, которые есть у человека. И они ему либо помогают в этой жизни, либо очень сильно его ограничивают. Ну, например, человек, который хочет прийти к какой-то точке своей реализации, имея ограничивающие установки, что у меня ничего не получится, я ничего не смогу, я весь такой неудачник. Его путь будет весьма сложный, и, возможно, даже не увенчается успехом. И обратный пример, когда человек говорит «я способен», «я могу», «я добьюсь», «я приду к своей цели», это как раз-таки «продвигающие установки», которые помогают ему, такая самостимуляция, заставляют его двигаться в направлении, поддерживать себя. И более того, когда человек имеет «продвигающие установки», так работает наша психика, что мы начинаем видеть возможности, которые начинают нас приводить к тем целям, которые мы для себя поставили. Поэтому одни нам друзья, а другие, да, такие некие враги. Ну, это такой аутотренинг немного, да? Ну, с установкой можно работать по-разному, да? Кто-то их использует как аутотренинг, я там, я молодец, я молодец, я всего там пьюсь. Какой-то немножко иначе работать с установками, потому что, особенно, когда мы начинаем из ограничивающих их переформулировать в продвигающие, сначала они могут быть настолько новыми и казаться настолько нереальными, что человеку сначала нужно найти какие-то опоры во внешнем мире, посмотреть, как у других людей. Да, то есть, если я, например, раньше верил, что невозможно заработать денег, я только на пути к этому изменению, к этой установке, хорошо бы найти какие-то примеры, а кто зарабатывает. Если кто-то зарабатывает, значит, это можно. Значит, эту установку можно как допущение себе взять. Да, и потихоньку исследуя эту тему, человек приходит мнение, что, ну, да, действительно, можно. И начинает в это верить. Ну, тут же смотри, какая история часто бывает, что, ну, да, у него-то получилось, но у меня, конечно же, не получится. И начинает человек сразу же какие-то причины выискивать. Почему у него получилось? А у него был другой старт изначально, а у него... Ему помогали, а мне никто не помогает. Ну, и так далее. Поэтому тут, мне кажется, сложно просто взять и сказать, а, ну, у него получилось, значит, и у меня получится. Здорово. Когда человек начинает так размышлять, он тоже, если будет слушать себя или даже просто фиксировать в каком-то дневнике своих наблюдений, он увидит опять-таки свои ограничивающие установки. То есть у него получилось, он лучше, значит, я что про себя думаю? Что я хуже. Если я думаю про себя, что я хуже, или там мои условия хуже, значит, я уже изначально опять себя ограничиваю. И таким образом он сможет разобрать свой клубок. Не бывает одной установки, которая, да, перечеркнула жизнь. Это всегда... Матрешка. Это комплекс, да, действительно. Это такая матрешка, что-то есть на поверхности, а что-то придется поисследовать. Ну, откуда вообще у нас берутся неправильные установки? Ну, опять-таки, все из детства. Да, потому что мы растем, мы видим восприятие наших родителей к жизни, к деньгам, к отношениям. Да, иногда не нужно родителям нам проговаривать. Мы просто это считываем с пространства, в котором мы живем, да, в родительской семье. Очень много установок у нас действительно от родителей. Мама считала, что нужно работать на стабильной работе, потому что тогда, например, под то время в Советском Союзе, допустим, это было здорово прийти на завод и отработать там, сделать там карьеру. В наше время немножко история меняется, и классно, да, разбирать эти установки. Сейчас они такие мне служат. Действительно ли это здорово прийти на завод и проработать там до пенсии в наше время? Поэтому вот такая ревизия установок, чье это вообще, мое это верование, родители. Если родители это верование, подходит ли оно под реалии сегодняшнего времени? Нужно ли оно мне? И когда мы начинаем с этим разбираться, мы тогда способны на это повлиять. Как правильно эту ревизию проводить? Можно просто сесть и выписать, да, найти какую-то сферу в жизни, которая у нас западает, допустим, финанс, да, и разобрать, что я вообще думаю по поводу денег. Когда у нас получится такой список, как правило, достаточно длинный, хотя бы нужно минут 20 уделить этому, то есть две фразы написать. Дальше сесть и посмотреть, чье это мнение. Это действительно я так думаю, либо так думали мои родители? И вот тут начинаются первые инсайты, когда мы начинаем определять, что так думали мои родители. И тогда вопрос, а что думаю на самом деле я? Да, и тогда начинается настоящее исследование себя, своего мира, восприятия, и когда мы уже вычленили только наши установки, мы с ними можем работать. Оль, скажи, пожалуйста, как вообще мысли наши на нас влияют? Они на нас 100% влияют, потому что когда мы о чем-то думаем, мы фокусируемся на том, о чем мы думаем. Например, если мы часто о себе думаем, что я некрасивый, я некрасивый, я некрасивый, то это становится фокусом нашего внимания. В нашем головном мозге есть образование, артикулярная формация, которая заставляет наш мозг из всего потока информации, которая есть, вычленять ему знакомых. И вот у нас есть мысль, что я некрасивая. Эта мысль достаточно заряженная, то есть на ней она уже знакомая мозг, мы об этом много думали. Он знает что-то, что-то ценное, если мы об этом без конца думаем. И он начинает искать некую проекцию и некое подкрепление этой мысли. И он начинает везде проецировать некие сигналы. Кто-то на нас посмотрел, и мы начинаем это воспринимать, что ой, он на меня так смотрит, потому что я там, не знаю, некрасивый. И вот так вот делает наш мозг везде. Если я считаю, что нет возможности заработать денег, я действительно вижу отсутствие возможности заработать. Но все, наверное, знают, если кто-то захочет, не знаю, красную машину, везде на дороге он будет фокусироваться на красной машине. Тони Робинс на своих известных тренингах всегда делает это упражнение. Посмотрите на определенный цвет, закройте глаза, назовите другой. И мы понимаем, что мы другой просто не видели, потому что мы были сфокусированы на конкретном цвете. То же самое и здесь. Когда есть определенная мысль, фокус на ней, и мы видим подкрепление этой мысли. А какие изменения в работе нашего организма могут происходить под воздействием мысли? Ну, много есть на самом деле разных интересных исследований. Мысль, она оказывает, она оказывает как разрушающее действие на наш организм, так и оздоравливающее, которое способствует некому процветанию нашему организму. На этом строится вся психосоматика, когда у нас есть внутренний конфликт. Внутренний конфликт всегда заряжен и мыслительной деятельностью тоже. То есть я что-то думаю, я об этом переживаю, я там клею какие-то ярлыки. И это всегда отражается как некий индикатор того, что во внутренней жизни человека происходит что-то в виде какой-то болезни. Поэтому если мы наблюдаем за собой, что наш организм все время выходит из строя, в плане физиологии, то здорово для себя понять, что что-то происходит и в моей психической жизни. Там есть какой-то конфликт, там есть какое-то напряжение. Я повторю, что каждый конфликт, он под собой имеет и мысли. То есть он не может не звучать никак в нашей голове. А на успех в личной жизни тоже мысли влияют? Ну, конечно, если я думаю, что все мужчинам нельзя верить, то очень сложно построить партнерские доверительные отношения. Если я считаю, что всех хороших мужчин разобрали еще щенками, то женщине в 35 лет также будет проблематично, напомню, что она также будет видеть отсутствие этих мужчин. Потому что ее мозг, он уже будет избирателен, он будет показывать уже не тех. Или если мужчина думает, что всем женщинам нужны только деньги, он именно таких меркантильных и будет встречать? А в чем прикол? Как это вообще происходит? Мы притягиваем к себе то, чего мы не хотим, вместо того, чтобы притянуть как раз обратное? Я бы не сказала, что это притяжение. Это задача психики. Она старается нам дать то, о чем мы думаем, дать нам ценность. И если в нашей голове вот такая искаженная ценность, которая звучит через страх, или через сомнение, что все женщины меркантильные, это мысль, которая долго живет в голове. Мозг воспринимает ее как значимую и начинает ее проецировать. Оль, а слово как на нас влияет? Вот я где-то читал в какой-то книжке по НЛП, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя произносить фразу «ничего себе». Так ли это? Слово действительно обладает силой и весом, но не в такой крайности категоричности, что если мы сказали «ничего себе», то все, наша жизнь обречена на отсутствие чего-либо там. Конечно, нет. Но если мы очень часто говорим «ужас», «все плохо», либо какие-то еще вот такие вот острые фразы, это говорит на самом деле о нашем восприятии, того, что с нами происходит. И наша психика опять-таки привыкает воспринимать, что это норма. Вот этот вот ужас, который мы с конца произносим, это нормально. И жизнь будет подбрасывать нам ситуации, которые будут вызывать у нас ту же самую эмоцию. На что заменять слово «ужас» тогда? Где-то это слово абсолютно уместно. Но когда мы открываем окно и видим плохую погоду, не обязательно говорить, что это ужас и все пропало. То есть можно использовать слова в каких-то уместных для этой ситуации, а где-то лучше что-то замещать. На что? Слово «ужас»? Например, да. Ужас, кошмар. Ужас, кошмар. Смотрите, под ужасом и кошмаром, как правило, мы пытаемся описать свое эмоциональное состояние. Нужно поискать истинное свое состояние, пытаться его озвучить. Сейчас приведу пример, как мы часто вообще подменяем, что мы чувствуем и как мы это называем. За рулем. Когда мы едем, допустим, мы управляем машиной, и что-то происходит экстренное, нас подрезают. Мы на самом деле что делаем? Мы испытываем страх. Ну, первое, мы пугаемся. Наша первая реакция – испуг. Но мы никогда ее не выражаем. Человек, который управляет машиной, пугается, он начинает, как правило, агрессировать. Ну, самая распространенная реакция. Начинает ругаться, куда-то едешь, что ты делаешь, и он выражает не то, что он чувствует. Да, и так же мы, когда мы используем какие-то слова, эти слова вообще не коррелируют с тем, что мы чувствуем. Это здорово отлавливать и пытаться понять, что со мной сейчас. Я, может быть, расстроена, что погода не та, на которую я рассчитывала. Тогда я могу сказать, блин, я сожалею, я расстраиваюсь, мне как-то... Мне грустно, в конце концов, потому что вот это я наблюдаю за окном. Но это не ужас. Ужас — это что-то другое. Люди, которые говорят, я сам во всем виноват, они правильно делают, что берут на себя ответственность за то, что в их жизни что-то не так пошло. Ну, на самом деле, когда человек говорит, что я сам виноват, это не до конца про ответственность. Ответственность такая позиция, что да, я виноват и точка. Да, то есть можно попытаться человеку показать, что да, что ты когда-то выдал какие-то действия, которые привели к таким последствиям. Но если поменяешь ты действия, то и последствия будут другие. Это не вопрос, да, самопичевания, что я виноват, и посыпать голову пеплом, потому что некий тупик. Ну, виноват и виноват, и что дальше? Да, хорошо вернуться назад, что да, я сделал когда-то не тот выбор, не то решение, и эти последствия действительно меня не усыпают. Но это не вопрос вины, это вопрос того, что я когда-то, ну, ошибся, может быть, с решением. И я могу его поменять, изменить, исправить. Вот это все-таки более ответственная позиция, более свободная и такая более авторская. Потому что если забиться в угол вины, оттуда можно не найти выход. Да, и так и остаться вот в этой позиции, что я во всем виноват, развести руками и, собственно, все. И сесть просто на попе ровно. Да. Скажи, пожалуйста, а человеческая психика действительно устроена так, что ей можно внушить практически все, что угодно? Да. Действительно, мы очень легко подвергаемся внушению. На самом деле, гипноз, эриксонский гипноз строится на этом. Более того, очень интересно есть исследование наших воспоминаний, даже не столько обязательно детских, сколько годичной давности, то мы можем увидеть, что они очень искажены. Наша психика все с годами очень сильно искажает. А если она искажает, значит, туда можно всегда привносить какие-то изменения и внушения. В этом плане наша психика действительно такая открытая книга. И нам легко внушить что-то. Так же и мы сами себе можем легко внушить то, что нам нужно. Поэтому аутотренинги про позитивные установки работают, но они никогда не должны на этом заканчиваться. Если мы хотим что-то себе внушить, это не должно быть, что я просто повторяю и я ничего не делаю. Да, работа должна быть комплексная, что я работаю с этими установками, я пускаю их себе внушаю и я их подкрепляю действиями. Вот тогда будут классные результаты. Как это использовать, использовать для себя? Сначала нужно определиться, что я хочу себе внушить. Что мне нужно. как я себя... Во-первых, у внушения, у словесной формы обязательно должно быть чувственное подкрепление. Допустим, я хочу внушить себе, что я достойная. Да? Чего? Ну, достойная, например, хорошего отношения к себе. Либо я достойная хорошей зарплаты, либо я достойная попасть на эту работу. Ну, человек там сам для себя подберет. Это как пример. А вот у этой мысли и формы, да, я достойная, чтобы это все работало, обязательно должно быть эмоциональное подключение. То есть мы должны на уровне тела почувствовать, как это. Как это ощущать себя достойной. Да? Человек просто может сесть, закрыть глаза буквально где-то доли секунд, там, до минуты. Это состояние у себя в теле воссоздать. Как это? Чувствовать себя достойной. Дальше, когда он начинает с этим работать, хорошо его подкреплять и отлавливать. Да? Он, допустим, приходит к какой-то незнакомой компании и проваливается в свою позицию, что я хуже всех, я там, самый там, неудачный, некрасивый. А можно вспоминать о том, что так, стоп, где мое состояние? Как я его уже чувствовал? Это как навык, формирование навыка. Человек включает у себя состояние. Может, кстати, сделать через NLP-якорь. Когда мы дотрагиваясь до определенной части тела, включаем определенное состояние. Да? И так, придя в компанию, человек дотронется до своего плеча, ощутит у себя опять состояние, я достойный. Вести коммуникацию с людьми, которые там находятся. И потом, возвращаясь, например, в этом тому, мы уже проанализировали, что так, стоп, у меня здесь получилось. Я уже здесь, в этой ситуации, с этими людьми смог выстраивать беседу не снизу вверх, а где-то более равных на равных. И таким образом, подкрепляя через мысль, состояние и действие, у него этот навык сформируется и закрепится. Скажи, пожалуйста, как связаны между собой наши внутренние конфликты и наша реальность? Конечно, они связаны напрямую. Я постараюсь сейчас объяснить. Наш внутренний конфликт, он всегда имеет эмоциональный заряд. То есть там всегда есть до десяти разных чувств. Если этот конфликт никак не выражается, чувства оттуда, грубо говоря, не распаковываются, то, скорее всего, в своей жизни мы повторим какие-то ситуации схожие, где тот эмоциональный шаблон, который у нас уже был, будет повторяться. То есть мы, не работая со своими чувствами, которые возникают в какие-то травматичные, кризисные ситуации, обрекаем себя на повтор, то есть на шаблонность. Психа всегда стремится к исцелению. Ей нужно завершить. Допустим, постараюсь искать, например, сейчас будет понятно. Берем какую-то пару, молодая девушка встречается с молодым человеком, он резко исчезает, ничего ей не объясняет, и она остается с такими огромными количеством вопросов, на которые нет ответа. Почему? Что со мной не так? Я не знаю, он же говорил, что он меня любит. А тут рождаются сомнения в себе и прочая история. Чувств там много. Если человек их никак в себе не распознает, никак их не выражает, не прорабатывает и никак не завершает для себя эту ситуацию, то есть некой завершенности и точки здесь нету, такая открытая история, которую человек просто старается забыть, не знаю, через подружек, через алкоголь, через сигареты, через какое-то время, конечно, он это вытеснят рано или поздно, но пройдет время, и ситуация может быть другой, но эмоциональная составляющая, она повторится. Поэтому наши внутренние конфликты, они напрямую связаны с реальностью, которая тут есть у нас, в нашей жизни. А каким образом эта ситуация повторится? То есть ее следующий бойфренд точно так же от нее сбежит? Возможно. Она не может повториться не один в один, там должен повториться эмоциональный заряд. Допустим, она придет на работу, весь коллектив будет очень дружный, да, тут они соберутся за ее спиной, куда-нибудь будут тусовки, она узнает, что ее не берут. То есть у нее будут те же чувства, чувство оставленности, меня не взяли, я не подхожу, там, не знаю, со мной не хотят общаться. То есть ситуация другая, а чувственный набор чувств тот же самый. И там опять, если не будет завершения, будет ситуация два, три, четыре. Психка стремится к завершению, да, работа, например, с травмами, с внутренними конфликтами. Самый ключевой элемент в терапии это момент завершения. Если мы не завершаем, то мы обрекаем нашего клиента на повтор. Повторюсь, не событийный, а эмоциональный. Ну вот как вот, опять же, если этот же пример возьмем, как ей в данном случае завершить, например, эту историю, если вот этот парень, который ее бросил, не хочет ей никаких объяснений давать, или просто, ну, объелся груш, не знаю, сбежал, шум и пропал с радаров. Ну, самый идеальный вариант это прийти к психологу, в терапию, который поможет разобрать все чувства и завершить. Если это невозможно, человек хочет сам, можно это хотя бы сделать в письменной форме, выговориться, либо можно просто поставить стул, представить, что там сидит этот сбежавший, сбежавший молодой человек, выговорить ему все, что она думает, задать ему все вопросы, которые она хотела задать. Но ведь она не получит ответа. Она может сесть на его место, психика достроит. Она может сесть на его место и ответить самой себе. И таким образом достроить и завершить. То есть я тебе все сказала, я даже получила ответ, и я могу поставить точку. Но это не будет так, что она сама себе это все придумала, все эти ответы, да, а у него на самом деле совершенно другие, может быть, нашлись бы. Абсолютно верно. Нас интересует восприятие, нам нужно, чтобы человеку стало легче. Дело не в том, что правда это была, либо неправда, а восприятие ситуации, что я знаю, что я все, что хотела, сказала, у меня есть какая-то удовлетворенность теми ответами, которые я хотя бы сама себе нашла, и могу тогда отпустить. Иначе, если человек этого не делает, он так и будет всю жизнь жить, и через 30-40 лет возвращаться мыслью, почему же он сбежал, зачем. Мне кажется, очень многие люди так живут и не понимают, почему у них одни и те же ситуации повторяются. Да, когда это можно все изменить. Шаблонности всегда. Если человек наблюдает повторяющиеся события в своей жизни, нужно сесть и остановиться. Как отследить это? Как понять, что это шаблонность? Можно по-обратски вести дневники и наблюдать, что со мной происходит. Когда я наблюдаю, что происходит, наблюдаю события, наблюдаю свои чувства и пытаюсь понять, что, ой, а это уже было в моей жизни. А почему тогда так? А что я тогда не завершила? Что я тогда не доделала? Зачем мне вновь эта ситуация? У жизни нет истории и желания нас наказывать и щелкать нас по носу. И хочется, чтобы мы что-то увидели и поняли. Я сказала фразу, что психика стремится к исцелению. Именно так. Если была какая-то травма и мы там ее не прожили, мы в эту травму попадем вновь. Для чего? Для того, чтобы мы хотя бы тут ее завершили. Не для того, чтобы нам было вновь больно, а чтобы мы смогли это завершить. Да, идти дальше на новую ступенечку своего развития. А может быть, это просто рок или божья воля? Я всегда, конечно, оставляю место чему-то большему, большему, чем мы. Но мне нравится здесь ответ астрологии. Считается, что есть астрологи, говорят о том, что есть некая жизненная вилка, некая череда событий, которая действительно может случаться. Но только от того, насколько мы ее созданы, как мы живем, насколько мы чувствуем, мы разбираемся в себе, зависит масштаб ситуации. Допустим, мы можем даже знать, что у нас будет какой-то период, где у нас будет потеря денег. Будет, допустим, будет. Вот злой урок тот же самый. Но кто-то потеряет 100 рублей, а кто-то потеряет миллион рублей. Вот масштаб этого события и зависит от того, насколько мы экологично проживаем свою жизнь, насколько мы наблюдательны за собой, насколько мы вообще знаем сами себя. А у нас есть письмо от зрительницы. Позволь зачитать тебе. У нас в коллективе есть странная женщина. Она все время всем недовольна, критикует всех, даже если эти сотрудники не имеют к ней отношения и никак не влияют на ее работу. Она со всеми в конфликте. Честно говоря, это ужасно бесит. Что с ней не так? И как общаться с такими людьми? Может, ей помощь нужна? Спрашивает Зоя. Про помощь. Да, я начну с конца. Если к нам за помощью не пришли, мы помогать не идем. Да, такое золотой правило. Если попросили, мы помогли. Не попросили, вот особенно вот в этой форме, да, вот в колее, вернее, в сфере с сотрудниками, то мы туда не идем. Одно дело дома, но вот сотрудниками не стоит. И тоже дома нужно быть осторожнее. Что с ней не так? С ней все так. Только сотрудница, скорее всего, проецирует. Да, есть какое-то недовольство в своей жизни. Допустим, у нее муж пьет. Вот она по этому поводу очень сильно переживает, раздражается на него и не может в полной мере выразить это дома с ним, и она это переносит. И начинает, да, переносить на своих коллег. Все не те, все не такие, хотя истинная причина не в них, а в чем-то другом. Так, например, часто родители. Родители, которые где-то в течение рабочего дня столкнулись с какой-то проблемой, не знаю, поругал их руководитель, либо с мужем-то мама поругалась, не смогла там высказать ничего, не смогла как-то стоять себя перед руководителем. Пришла домой и, да, зато прекрасно смогла стоять себя перед своим ребенком, да, показав ему, где его место и вообще выровняет вот эту вот иерархичность, которая изначально нарушилась. Поэтому, когда мы видим людей, которые просто так ходят, на всех ругаются, всем недовольны, мы должны просто понимать, что у человека есть какая-то проблема, которую он переносит, где он что-то не может для себя решить. Что делать с этим? Как общаться с такими такими токсичными людьми? А в плане работы просто выстраивать границы, да, и сокращать коммуникацию. Действительно, с токсичными людьми сложно работать. Если возможно сократить все, свести к минимуму и только рабочие отношения, ведь когда человек начинает обсуждать с нами кого-то, это уже, да, немножко не к делу относится. Поэтому тут спокойно можно, да, останавливаться самой и останавливать человек, что давай мы вернем с тобой к рабочим процессам. Еще я люблю фразу, которая помогает избежать каких-либо обсуждений. Я обычно говорю, что мне жаль, что у вас такие отношения. Да, когда человек кем-то недоволен, на кого-то жалуется и пытается найти союзника, что вот давай я с тобой сейчас вот обсужу кого-то. Ты вместе со мной, да, более что ты? Да, да, да. А я обычно говорю, что мне жаль, что у вас так складывается. И в этой фразе есть и поддержка, и такая точка выхода, что диалог закончен. А что делать Зоя со своим раздражением? Хорошо поднять ему причину этого раздражения. Что, да, что не так. Возможно, Зоя ждет и ожидает определенного поведения, что ее сотрудница сама прекратит, да, жаловаться на всех и заметит. Либо что это вообще не должно происходить в плоскости рабочего пространства. Скорее всего, тут есть несостыковка того, что я жду и что я получаю. Тогда хорошо бы подойти к этой сотруднице и напрямую поговорить. Вообще считается в психологии, что проблема решается с тем, с кем она возникает. Да, поэтому Зоя хорошо бы по-честному подойти к своей сотруднице, сказать, что я чувствую вот это, вот это, вот это, когда ты ведешь себя вот так-то, вот так-то. Давай, да, мы с тобой вдвоем как-то эту ситуацию выйдем, справимся, потому что мне хочется к тебе чувствовать, не знаю, доброжелательность, например. Я не хочу раздражаться, да, когда вы слушаете вот тонну негатива. Давай мы друг другу здесь с тобой поможем. А это не проблема Зои, что она испытывает раздражение? Мне кажется, эта сотрудница может сказать, мало ли что ты испытываешь, какое мне дело? Может, может, но это открытая коммуникация. Мы не знаем заранее, как отреагирует ее коллега, но сделать попытку честную, искреннюю, наверное, стоит. Если там совсем нет ответа, ничего человек не пытается этим делать, тогда Зою стоит минимизировать контакты, для того, чтобы как меньше сталкиваться с раздражителем. Ведь мы, наверное, можем выбирать, как реагировать, да? То есть, есть люди, разумеется, реактивные, которые выдают какую-то реакцию и не несут ответственность за нее. А есть люди проактивные, которые могут понимать, что, ага, я могу реагировать так, а могу так. Действительно, мы выбираем реакцию, но иногда мы не понимаем, почему мы реагируем так или иначе. Например, у Зои, может быть, родитель, один из родителей, мама или папа, достаточно такие негативщики, которые тоже всем были недовольны, и она уже испытывала это раздражение по отношению к ним, но не смогла с ними это прожить, не смогла с ними это как-то, да, высказать, проговорить, и теперь она включается моментально, то есть ее привычная реакция на любого человека, который ведется так же, как вела мама либо папа, это раздражение. Самостоятельно это отследить очень сложно, поэтому нужен специалист, который поможет разобраться, почему ты чувствуешь именно это, что с тобой происходит, что тебя тут включает и триггерит. Да, есть хорошая история, которую могу поделиться, когда девушка завела собаку, купила ей вольер, и собака сидела в вольере, ну, и у нее все время поднималось чувство вины, что это неправильно, что собака вот закрыта в этом вольере, она должна бегать на свободе, и когда начали разбирать истинную причину, что ты на самом деле тут видишь у этой собаки, оказалось, что это проекция, а девушка видела себя маленькую, когда ее родители оставляли в манеже. Это вот очень интересно, думаю, показательно, как мы неосознанно реагируем на какие-то вещи, да, не понимая, почему именно так, поэтому тут хорошо бы опереться на специалисты, который поможет. Если нет возможности опереться на специалиста, можно просто остановиться в моменте, да, не включить еще первую реакцию, а проанализировать, а что так, да, почему я сейчас испытываю раздражение, что я хочу, что я жду от человека, почему именно на него у меня такое раздражение, да, хотя бы попытаться такой самоанализ, почему так, и как я могу еще какой-то дополнительный вариант для себя определить. это как самостоятельный способ выхода из тех эмоций, которые мы не хотим испытывать по отношению к какому-то коллеге. А как быть с контролерами, скажи, пожалуйста, с теми людьми, которые считают, что они все в своей жизни должны обязательно контролировать, а если что-то идет не по плану, то это катастрофа. Контролерам действительно непросто живется, потому что у них сложности с доверием. Как правило, доверие формируется в раннем детстве. От нуля до трех лет период формирования базового доверия в жизни. Вот если вот тут, вот на этом этапе ломается коммуникация ребенка с мамой, и это доверие не формируется по каким-то причинам, которые существуют внутри этой пары мама-ребенок, вырастает взрослый, которому действительно сложно доверять. И чтобы хоть как-то построить коммуникацию, где я там не могу доверять своему партнеру, мне нужно контролировать. С подпартнером мы можем назвать не только мужчину, да, вообще вот какую-то вторую сторону нашей коммуникации. Тогда мне нужно контролировать. Более того, если я не доверяю, я волнуюсь, там всегда есть тревога. И чтобы мне тоже ее снизить и успокоиться, и как-то продвигаться по жизни, мне опять-таки нужно контролировать, чтобы я знал, что, зачем идет, тогда мне спокойно. А контролировать события в своей жизни, даже те события, на которые ты не можешь повлиять? Контролерам очень сложно это принять. Им кажется, что все должно быть под контролем. И для них большая проблема, когда даже малейшее отклонение от намеченного пути сложно. На самом деле, это достаточно длительная терапия, когда нужно возвращаться в детство, досмотреть, что было там, учить и формировать новый навык, когда я учусь доверять человеку, событиям, пространству. правило контролеров всегда еще повышенная тревожность, нужно работать еще с самой тревожностью, когда я могу ее заметить, когда она у меня поднимается, тревога, когда я знаю, как мне ее снизить и успокоить себя. У контролеров, когда тревога повышенная, негативные мысли, они сами этих мыслей пугаются, они начинают сами себя накручивать и входят в еще большую эмоциональную спираль. Поэтому для них единственный понятный выход это проконтролировать, чтобы все было для меня ясно и понятно. Оль, скажи, пожалуйста, как быть контролером? Как им принять то, что не все в жизни они могут контролировать? Я посоветовала начать формировать этот навык. Во-первых, осознать, что я не на все влияю. Второй момент это формировать навык, когда я по чуть-чуть учусь доверять, по ступенечкам продвигаюсь. Найти самого близкого для себя человека, которым я могу начать формировать эту способность. И потихоньку ему доверять. Допустим, если мы берем пример доверия к мужчине, не звонить ему 10 раз в день и спрашивать, что он делает, а позвонить 5 раз в день. Если я учусь доверять своим детям, не проверять все уроки, а проверить 4, а 5 оставить под его, подконтрольную для него историю. Просто найти для себя области, где я могу по чуть-чуть отпускать контроль. И когда я этот контроль отпускаю, главное наблюдать, что все остаются живы, жизнь продолжается, ничего не рушится, и все справляются. У контролеров еще такая есть история, что они часто видят жизнь через призму того, что если не я, то никто. Вот если я не сделаю с ребенком уроки, он точно школу не закончит. Если я не контролирую мужа, как ему провести переговоры, он точно их заф**капит. У контролера вот такое ощущение, есть зашитое ощущение своей нужности. Когда я контролирую, они точно без меня не справятся, а значит, я им очень нужен. А тут же даже какая-то история про всемогущество. Конечно, только же я все могу, только же без меня все погибнут. Тут вот ощущение себя важным, нужным, оно здесь тоже всегда есть, как составляющая. Поэтому тоже здорово обнаружить, что и ребенок справится, и муж справится, а может быть, еще и лучше справится, когда появятся люди свободы, они тоже смогут вырасти. Потому что контролеры что же делают? Они контролируют, устают контролировать и очень часто становятся недовольны, что только мне все надо, вы без меня ничего не можете, все на мне держится, и они сами устают, сами возмущаются, сами же разрушают свои отношения к этим вот недовольствам. Поэтому здорово потихоньку отпускать, наблюдать, что все здорово, все выходит. Тогда эта зона доверия станет больше, больше, больше. понять для себя, что нужность, да, можно еще в других состояниях, в других сферах чувствовать себя нужно. Можно спросить, да, можно попросить своих близких, говорить им, что говорите мне о том, что я вам нужна, важна, без вот этой вот привязки, да, без такой сложной схемы, чтобы почувствовать свою значимость, лишить всех самостоятельности. Нет, можно подойти и просто сказать, слушайте, скажите, что я вам важна, мне сейчас жизненно необходимо это услышать. А давай под конец программы поговорим о том, как же все-таки взять жизнь в свои руки, по крайней мере, ту ее часть, на которую мы можем влиять. Чтобы на что-то влиять, это что-то нужно обнаружить. Да, сначала в своей жизни нужно научиться замечать то, что в ней происходит. Как я реагирую, что я чувствую, как я мыслю, как я коммуницирую. И только когда мы способны что-то обнаружить, мы с этим можем что-то делать. Ну, например, как болезнь. Если мы болезнь не видим, мы ничего с ним сделаем, что делать не можем. Когда мы ее обнаруживаем, у нас появляется материал, с которым работать. Поэтому первое, что мы делаем, мы начинаем заниматься самонаблюдением. Что я делаю, как я мыслю, как я действую, а действую ли я вообще. Может быть, я жду результаты, а при этом я ничего не делаю. И для кого-то тоже будет инсайтом, что, блин, а я только хочу, только думаю и ничего не делаю. Да, поэтому сначала мы делаем такую некую ревизию в своей жизни, что там вообще происходит, некая такая точка. Потом мы начинаем разбираться, почему так, почему в моей жизни так. Что происходило до, в моем детстве, может быть. Какие у меня есть вообще варианты на это повлиять. Кому я могу прийти за помощью, если я не справляюсь самостоятельно. Да, и тогда уже открывается поле, к которому мы можем обратиться и начать уже через событийный ряд что-то менять. А у всех ли вообще людей есть интерес к управлению своей жизнью? На самом деле очень интересно сформулировали вопрос, потому что вот навык, навык влияния на свою жизнь, он может быть не у всех, но его можно как любой навык сформировать. А интерес это очень естественная вещь. Да, он больше, интерес базируется на некой мотивации, на неком вдохновении. Вот если у человека этого нет, искусственно создать невозможно. Ну вот как интерес к музыке, например. Да, если его нет, и человек пробовал и вдохновляться, и так, и сяк, и никак, то его и не будет. Остается что, только плыть по течению? А вот как навык, нет, смотри, а вот как навык, например, сформировать можно, но этот разговор тогда не про интерес. Да, то есть интерес это что-то есть, это когда мне интересно быть автором своей жизни, у меня горят глаза, мне нравится, ставить цели, к ним идти. А бывает, что мне вроде как неинтересно, но надо. И это тоже позиция, и она на самом деле тоже рабочая. И тогда, если я понимаю, что мне вроде как неинтересно, но мне надо для того, чтобы моя жизнь была какая-то классная, кайфовая, да, и выдающаяся, тогда я начинаю к этому относиться как навыку. Как мне научиться, да, управлять своей жизнью? Как я могу взять это авторство в свои руки? И тогда начинается тоже новая глава. Бездействие это же тоже действие на самом деле, да, то есть человек думает, что он ничего не делает, что все происходит само собой, но как раз таки отсутствие каких-то, какой-то активности, оно тоже приводит, дает какие-то результаты, и это тоже его ответственность. Конечно. Бездействие это выбор. Да, это осознанный выбор, что я выбираю ничего не делать с этим. Это выбор. Но мы все-таки будем выбирать делать. Активную позицию, конечно, интересно жить, жить через активную позицию и быть ее автором. Спасибо тебе большое за то, что пришла. Спасибо. Вы смотрели это не Фрейд, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы, мы постараемся ответить на них в наших следующих выпусках. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Счастливо. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . .